МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, каким был этот вопрос, хорошим или плохим? Я согласен, вопрос формулирован достаточно грубо. Много всяких нюансов. Здесь надо ориентироваться на какие-то собственные ощущения, на отношения к тому, что происходило. Да, вот об этих нюансах, для начала политических, мы будем говорить с нашими гостями. Сегодня у нас в гостях Ирина Зикунова, председатель Краевой Думы. С наступающим, Ирина Владимировна. Спасибо. Здравствуйте. Для вас лично год был хорошим или плохим? Я думала, что был хорошим. У вас же скоренным образом поменялось в этом году. Я имею в виду и победу на выборах, и должность председателя Законодательной Думы Хабаровского края. Вот как этот, наверное, образ будет неправильно говорить. Как вот эта новая стезя вам зашла? Вы знаете, как человек, который вышел из научно-образовательной среды, я привыкла учиться. И я снова заполучила необходимость учиться, при том на очень серьезном, на очень высоком уровне, с большим таким бременем ожиданий, доверия и ответственности. Это прям не высокие слова, а серьезно. Очень много придется учиться грандиозно, много всему. И мне это интересно. Я к тому не то, чтобы привыкла за всю жизнь, но это интересная жизнь, когда ты учишься. Ирина Валерьевна, ну, начнем уже по деловому. Да, существуют в хиппинге. С небольшим интервалом вы и губернатор дали пресс-конференции, подвели итоги года. Разумеется, это сразу же разлетелось по телеграм-каналам, это стали обсуждать. Ну и привязались к тому, что в целом, по крайней мере, губернатор оценил этот год как хороший. Да, то есть, в принципе, ну, небольшой даже какой-то рост уже. Ну и надежды большие на следующий год. Вот как вы бы оценили? Вы согласны с этим? Есть какие-то признаки того, что положение края улучшается? Очень достоверными и аргументированными выступлениями губернатора были результаты оценки достижений все-таки в социальной сфере. Вот тот перечень объектов, решение сложных задач с обманутыми дольщиками. Это правда стоит отмечать. Ну и наконец-то казачку сдали, у меня под окнами, вот. Я уже вижу, как туда бригады ремонтные заходят. Да, решение задачи транспортной доступности для северных районов и возможность сделать еще больше эту задачу, ее масштаб для других районов, безусловно. Положительные темпы экономического развития в промышленной сфере, они пока не идут в окончательные оценки за год, потому что год, строго говоря, по отчетам еще не закончен. Но, тем не менее, я думаю, что у губернатора есть основания так говорить. Если оценивать процесс в сфере, связанной с деятельностью Думы, с выборами, это тоже безусловное достижение в электоральном процессе, да. По-честному, очень серьезное состояние демократии в нашем крае можно отмечать. Вам, кстати, подобный вопрос задавали на пресс-конференции наши коллеги. Вот что касается, и говорили так, что вроде как-то и полемики не видно в Думе, дискуссии не видно в Думе, но вы сказали, что все происходит не на больших заседаниях. Или напомните, что вы ответили на это? На самом деле апеллировали к тому, что относительно быстро и Блицево проходят заседания комитетов. И не секрет, что подготовка Думских заседаний, она проходит на комитетах. И комитеты отдают, по сути, готовый проект решения. Но в процессе Думского большого состава, когда мы выходим непосредственно на заседание Думы, понятно, что если проекты не вызывают каких-то апелляций, они проходят быстро. Но я бы не сказала, что у нас очень спокойное заседание Думы. У нас достаточно много инициатив по дополнению повестки. У нас активно идет обсуждение самой повестки. Оно беспрецедентно растягивается до получаса. То есть мы имеем проект, и проект мы еще и полчаса можем обсуждать. То есть я не могу сказать... А оппоненты, как правило, депутат Кукушкин, депутат Мальцев по традиции, да? Это фракция, конечно, КПРФ. Это Ильин и Кукушкин. Ильин Геннадий Викторович, наверное, по повестке в меньшей степени ООН в процессе рассмотрения вопроса. Я напоминаю, на телефон 45-66-45 Ирина Валерьевна всегда отвечает на вопросы. Разумеется, парламентский, да? Потому что глава парламента. Ну, а пока вы думаете, можно я задам вопрос? После результатов выборов последних больше всего было опасение, что у нас перестанет осуществляться разделение власти. Ну, честно говоря, его и раньше не было. Но, по крайней мере, последний год, из-за того, что у нас губернатор был одной партией, а большинство в Думе другой, получилось вот как раз вот, возможно, даже идеальное столкновение интересов двух властей. Сейчас, получается, вы представляете одну партию. А бывают ли вообще случаи, когда вы не солидарны с мнением правительства? Когда вы какие-то их инициативы отвергали? Ну, по крайней мере, за то время, что действует Новая Дума. Ну, прежде всего, это очень хорошо, когда есть понимание двух ветвей власти. И я признательна Сергею Ивановичу, с одной стороны, за то, что он всегда подчеркивает, что власти раздельны и подчеркивает думский статус однозначно. В то же самое время, когда есть понимание этих двух ветвей, когда нет просто субъективно-эмоциональной составляющей в принятии решений, это безусловное достижение, и широкие ряды коллег от депутатского корпуса, в других регионах в том числе, воспринимают вот эту, ну, такую конвергенцию сотрудничества как хороший, в общем-то, результат, способствующий, с одной стороны, пониманию ситуации реальной в социально-экономической сфере, с другой стороны, способствующий тому, что на законодательном уровне можно создавать базис для реализации того, чем занимается правительство. Но я не могу сказать, что все так уж, знаете, бесспорно, на самом деле, без каких-то там противоречий. Мы достаточно нормально и критично относимся к тому, что заходит в Думу, и когда мы участвуем в тех или иных коллегиальных органах или в заседаниях правительства, это всегда не какие-то постановочные вопросы, а реально вопросы с интересом в том, как можно сделать лучше. Это в хорошем смысле критика, которая звучит в вопросе. Поэтому я не могу сказать, что Дума – это какой-то, знаете, коллектив подконтрольный правительству и губернатора. Абсолютно нет. У нас телефонный звонок? Да, телефонный звонок. Добрый вечер, Екатерина, мы вас слушаем. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Я много лет живу в Хабаровске. Много лет проросывала в детском саду. Меня всегда обживали, особенно последние годы, питание детей в детском саду. Продукты, которые поставляют в основной массе, не натуральные, особенно молочные. Вот почему не поставить вопрос так? Как дать тупсидии фермерам, которые вырабатывают молочную продукцию, и чтобы они напрямую возили молочную продукцию в детские сады? Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Спасибо. Да. Ну и вообще вопрос качества детского питания в школах и в детских садах, он тоже в последнее время довольно активно обсуждается. И я знаю, что Дума занялась этим вопросом. Вот что скажете в ответ на обращение. Мы в самом деле достаточно серьезно всю осень занимались мониторингом школьного питания, его качества, состояние меню. И в Думу от родителей, от депутатов заходили инициативы, связанные с тем, чтобы сделать доступными вот те самые меню для продукции местных производителей. Есть определенные здесь обстоятельства, связанные с действием законодательства о закупках. Когда речь идет о закупках и в качестве критерия выигрыша контрактов выступает цена, то продукция, которая произведена не у нас, она, понятно, что имеет меньшую затратную составляющую, у нее есть ценовые конкурентные преимущества. А это вообще решаемо? Или на такие поставки выигрывают? В принципе, это решаемо. Это требует проработки условий конкурсных по поставкам. Тут есть очень серьезный, мне кажется, момент. Смогут ли фермеры обеспечить те объемы, которые необходимы, ну, вот там, на тот же учебный год в школе или детскому саду? Это регулярность поставок, это одно из важных условий. Мне кажется, как раз это за последний год стало лучше. Но к нам раз в месяц приходит фермер, и мы видим, как растет производство, появляются новые продукты. Совершенно точно. Я вижу на полках все больше продукции местных производителей. Совершенно точно. Вот то, что касается роста производства молока в сельском хозяйстве Хабаровского края, имеют очень хорошую динамику, есть хорошие предпосылки действительно закупать местную продукцию. Но нужно заниматься проработкой конкурсных условий, чтобы в качестве обстоятельств закупа были не только ценовые обстоятельства. Но вы совершенно правы. То есть контракты, заключаемые на определенный период, они должны каким-то образом учитывать, опять же, сезонность в объемах производства и так далее, и так далее. Вот. Наша уважаемая телезритель, которая позвонила, она предложила решать эту проблему с помощью субсидирования. Но реально существует большое количество мер поддержки в сельском хозяйстве. И заводить дополнительное еще субсидирование на закуп, это брать действительно финансовые обязательства, которые по объему прежде всего нужно просчитать. И опять же, хотелось бы, чтобы вот идея и конкуренции развития малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве, она все-таки получала развитие. Потому что, если мы будем субсидировать все и вся, мы утратим реальный эффект рыночных механизмов. У нас еще один телефонный звонок. Николай Юрьевич, добрый вечер, слушаю вас. Добрый вечер. Комсомольцы на Мурии вас приветствуют. У меня такой вопрос, у меня, правда, два вопроса будет. Первый вопрос – это о возвращении льгот для районов Крайнего Севера. А почему? Потому что при... Мы поняли, давайте второй сразу. И это звание ветеран труда. Потому что моя жена 40 лет трудового стажа, а звание ветерана труда она не может получить. Хорошо. Если она не награждена. Особенно первый вопрос очень. Спасибо. Значит, ну, льготам, да, для северных территорий. В самом деле, сейчас в Думе мы работаем со следующим аспектом этого вопроса. Есть такие социально значимые бизнесы и виды деятельности, ну, скажем, производства хлебной продукции. Да, есть то, от чего зависит, ну, предельный вот такой минимум и качество жизни. И в то же самое время северные территории отличаются достаточно высокой тарифной составляющей по электроэнергии. И сейчас мы работаем в направлении рассмотрения вопроса, можно ли здесь применять какие-то селективные меры поддержки, не только для населения в части компенсации затрат по электроэнергии, но в том числе и для некоторых представителей бизнес-сообщества, которые производят социально значимую продукцию или оказывают социально значимые услуги. Что касается ветеранских положений, ну, я не готова, на вскидку, ответить здесь вот этот индивидуальный вопрос. Он достаточно узкий вопрос комитета по социальной политике. Ну, я предлагаю, возможно, действительно, в будущем году мы председателя комитета профильного вызовем. Конечно. Ольга Вячеславовна занимается этими вопросами в комплексе, и, собственно говоря, система льгот, вот ее в комплексном состоянии, она на изучении в комитете находится. Можно у тебя вопрос? Да, я хотел бы вернуться, ну, что называется, к текущей работе. Вот вы знаете, когда смотришь повестку заседания Думы, ну, там, условно, 30 или 40 вопросов, и, вот, по большому счету, ну, так, с журналистской точки зрения, ну, и, наверное, с точки зрения обывателя, вот, интересные, там, ну, один, ну, два, там, законопроекта, ну, будь то бюджет или какие-то льготы или еще что-то, а остальное, то, что мы в редакции, ну, условно называем редакционные поправки, ну, где-то, там, какое-то слово изменить в законе или подзаконном акте, вынести там благодарность, привести в соответствии с федеральным законом. Много текучки, мне кажется, это же скучновато. Я не прав, Ирина Валерьевна? Вы знаете, я не могу с вами согласиться, потому что, когда заходят те или иные законотворческие инициативы, в том числе с федерального уровня, вот, сам пакет, ну, да, действительно, есть законопроекты, которые редакционного свойства, и, там, два слова изменили в одном федеральном законе, и приходится причесывать все региональное законодательство. Ну, такова проза законотворческой деятельности, все должно соответствовать. Когда заходят законодательные акты, связанные, там, с поддержкой тех или иных инициатив, которые выносятся субъектами федерации, которые, другие субъекты, да, федерации, области, края и так далее. Все это достаточно интересные законотворческие инициативы, которые содержат и пояснительные записки, и финансовые и экономические обоснования. Их интересно читать, интересно понимать их логику, передавать в работу на комитет. Там внутри на комитете ведется своя достаточно интересная, конкретная работа. Наверное, это кажется каким-то проходным и поверхностным, если в это не углубляться и не посвящаться. Если углубляться и посвящаться, эта работа, она реально очень интересная. Меня в этой работе только одно беспокоит. Знаете, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Мне представляется, что система законодательного обеспечения, она большая и очень многоплановая. И приступив к работе с ней, мы сейчас идем по пути какого-то эклектики эпизода. То есть реально прогнозировать какую-то синтетическую составляющую всех инициатив, которые мы заводим... То есть вы имеете в виду, что даст закон в будущем, какой эффект? Да, мы не можем. И есть, знаете, вот широкий круг заинтересованных лиц, сторон, которые продвигают те или иные интересы. И требуется реально очень большая ответственность и хорошая квалификация, чтобы прогнозировать последствия этих норм, которые заводятся. Потому что можно идти просто по пути, знаете, такого ура популизма про социального свойства норм. Но мы же понимаем, что все благополучие вообще-то начинается в экономике. По моим наблюдениям, вы самый вдумчивый председатель нашей Думы с момента ее появления. Я брал интервью у всех в свое время. Это не комплимент, это констатация факта. А можно вот вернуться к предмету, о котором мы уже говорили. Предложение запретить продажу алкогольных напитков в магазинах, которые расположены на первых этажах или в пристройках к жилым домам. После того, как вы сказали, что в принципе сами не поддерживаете инициативу, тем не менее, ее поддержала ряд ведомств, по-моему, даже прокуратура. Вот все-таки будет такое предложение вынесено на рассмотрение или нет? Мы решили заниматься этим вопросом в пакете комплексно, потому что это вопрос, который выходит на дилемму определенную. То есть способствовать безопасности и охране здоровья с одной стороны, с другой стороны это то, что связано с интересом предпринимателей. Есть ряд инициатив, которые тоже вот такого здравоохранительного порядка, это употребление вейпов, это употребление энергетиков. Сейчас зашла проблема, связанная с НЮСами и в то же самое время... Ну, уже снялась вроде проблема, распотребнадорно решила эту проблему. Да, ну да, теперь это ушло на федеральный уровень, но тем не менее, есть совокупность вот таких вот нормотворческих инициатив, которые нужно рассматривать действительно в пакете на одном домском заседании. Поэтому мы готовим это рассмотрение где-то вот, ну если не январь, то февраль точно, мы этот вопрос решим. Кстати, вот по поводу января, что планируется на заседании рассматривать? Ну, я имею в виду, вот не те редакционные поправки, вернее, не только их, конечно, а что-то значимое, интересное для жителей края. Вы знаете, я пока даже не могу навскидку сказать, как это будет, потому что даже повестки очередных комитетов нет у меня на столе. То есть вот я точно смогу сказать, что зайдет на думское заседание в январе, когда сформируется вот эта повестка. На вскидку не могу даже точно сказать сейчас. У нас в гостях была Ирина Валерьевна Зикунова, председатель Краевой Думы. Можно в завершении напомнить, что, наверное, этот год был для вас сверхнеожиданным. Вот наверняка год назад сами себе не желали, не желали и никто вам не желал стать председателем Краевой Думы, да? Абсолютно. Потому что скучным этот год точно не назовешь, я так понимаю. Себе чего желаете на будущее? Себе, чтобы мы были полезными для экономики и общества Хабаровского края. Но это зависит только от вас, согласитесь. Абсолютно.